МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежий воздух, близость леса, удачное местоположение. Многодетная семья Быковых в 2014 году приобрела квартиру в жилом комплексе «Изумрудная долина». Но новоселье постоянно откладывалось, строительство заморозили. Тогда застройщик предложил Алексею и Наталье занять жилплощадь в готовом доме. Заключили предварительный договор, сделали ремонт и заселились. Но оформить право собственности не смогли. Недвижимость в залоге у банка. Новый инвестор, компания «Стройтек» провела большую работу и выяснила, в схожей ситуации оказались жильцы еще 13 квартир. Этим же людям надо дать права собственности. Чтобы дать права собственности, первое, что нужно сделать, вывести эти квартиры из залога. Залоговая стоимость каждой из 14 квартир – примерно 2,5 миллиона рублей. Инвестор готов каждую ситуацию рассмотреть индивидуально и внести необходимую сумму и собственных средств. Задачи выселить людей нет, утверждает генеральный директор компании Игорь Тарасов. Моя задача следующая – с каждым разобрать, заплатить, и пусть люди живут в тех квартирах, в которых они живут. Наталья и Алексей Быковы внимательно изучают документы и сверяют данные. Именно они первыми заключили соглашение о выводе фактически занимаемой квартиры из-под залога. Хочу тоже надеяться, что все-таки это все доведется до логического конца. И я думаю, что мы станем собственниками этой квартиры. И, наверное, это не только будет для нашей семьи, а это будет и для семей, которые также этого давно ждут. Между тем, в жилом комплексе «Изумрудная долина» кипит не только бумажная работа. Завершено строительство двух домов – номер 41 и 43. Документы на ввод в эксплуатацию уже поданы. Новоселье в ближайшее время отметят 75 человек. Завершаются работы в еще 10 корпусах. Ключи от квартир собственники получат во втором квартале 2020 года. С апреля 2018, а именно тогда был подписан инвестконтракт, компания «Стройтек» вложила в достройку ЖК 285 миллионов рублей.